...весну. Весна кончается с первым тёплым дождём и первым раскатистым громом. Услышав гром, девушки должны кувыркаться через голову, чтобы поясница не болела во время жнитва. Строки произведений Василия Белова читают в рабочем кабинете писателя. Происходящее транслировалось на 8 сайтов, в том числе Вологда РФ. Онлайн-марафон прошёл в городе уже в четвёртый раз. Так стартовали в Вологде пятые всероссийские беловские чтения, посвящённые творчеству известного писателя. Он рассказывает про простую жизнь, про простого человека, а не какого-то там сверхъестественного. Он пишет о жизни, он пишет о жизни людей. И это нравится читателям. В музей-квартиру Василия Белова пришли сотни волокжан. Это писатели и литературоведы, депутаты, педагоги, студенты и школьники. Одним из участников онлайн-марафона стал и мэр города Сергей Варапанов. Он также прочитал отрывок из романа «Кануны». Сегодня ещё раз соприкоснулся с творчеством Белова, вспомнил своё детство и как-то стало тепло на душе. Да, тяжело тексты читаются современному человеку, но все мы должны помнить о своих корнях, потому что без прошлого ни у одного человека, ни у одной страны нет будущего. Поэтому это очень важно, сохранять наше культурное наследие. Это уже традиционное событие для осени в нашем городе. И это одно из важнейших мероприятий, которое направлено на популяризацию творчества и ковечения имени Василия Ивановича Белова, нашего великого земляка, великого русского писателя. Помимо музея-квартиры Василия Белова, площадками, где проводился литературный марафон, стали ВГМХ имени Верещагина, Вологодский педагогический колледж и средняя школа 41. Каждому участнику было по две минуты для прочтения произведения. Всего в марафоне приняли участие порядка 600 человек. Также в рамках пятых всероссийских беловских чтений запланированы бесплатные экскурсии, выставки и научная конференция. Культурный форум продлится в Вологде до 24 октября.